Известный вологодский писатель Василий Белов отмечает свой юбилей. Автору исполнилось 80 лет. За годы своего творчества он неоднократно был отмечен различными государственными наградами. Его деревенскую прозу читают как дети, так и взрослые. И лучшим подарком для писателя на юбилей стал семитомный сборник его сочинений. В странице книг знаменитого земляка перелистала наша вологодская коллега Александра Степанова. Съемки проходили в Вологодской деревне Тимонихиня, где родился и сейчас живет Василий Иванович. Там же, где обитают почти все герои его произведений. Тихая моя родина. Ива, река, соловьи. Эти строчки Николай Рубцов посвятил Василию Белову. Они очень точно описывают те места, где очень любил бывать писатель. Здесь, в деревушке Харовского района, он были 10 лет назад. Своими руками перебирал пол в церкви и помогал менять окна. Эти места можно узнать и в произведениях писателя. Здесь буквально все напоминает о нем. На родине Василия Ивановича Белова сохранился и дом, в котором он родился. И жил первые годы жизни со своими родными. Дом заброшен, здесь нет электричества, нет топления. Зато сохранилась уникальная обстановка. Неотъемлемая часть жизни любого крестьянина русская печка, трюмо, в котором даже сохранилась какая-то посуда и домашняя утварь. Не только старый дом, но и все, что в нем, теперь часть истории этого места. Например, станок, на котором ткала полотенца мама Василия Белова сейчас украшает местный музей. В Харовском районе, наверное, не найти человека, который не знает рассказы о всякой живности или бухтины вологодские завиральные. Все, от мала до велика, здесь читают произведения своего земляка. Его рассказы учат нас ценить природу, уважать труд людей и заботиться о братьях наших меньших. Его произведения делают наш мир добрее и чище. Когда читаешь Белова, можно вот к сегодняшней современной жизни приложить что-то то, что в нем там заложено, в его творчестве. Потому что, мне думается, просто так читать для развлечения, сегодня этого чтива, ну куча. А вот когда тебя обогащают чем-то духовностью, добротой, светом каким-то, это, конечно, уже, я думаю, что это вообще нужно, конечно, обязательно. Востребованность – это лучший подарок для писателя. И книги Василия Белова не залеживаются на библиотечных полках. Его читают. Произведения автора по-своему уникальны, считают литературоведы. Очень важно, что у Белова принципиально традиция должна продолжаться. Им продолжаются эти традиции русской классики лучшие. Не только в плане писания, но и в мировоззренческом плане. Очень важно. Произведения Белова о смысле человеческой жизни. Это вот то, чем занималась классика. И символично, что новое семитомное собрание сочинений нашего земляка выпустило в свет именно издательство «Классика». Чтобы это стало возможно, работала большая команда профессионалов. В течение трех лет они собирали, вычитывали, комментировали произведения автора. Проект поддерживало и правительство области. Впервые практически все произведения Белова собраны в одном издании. Их надо читать, оставаться наедине с книгой. И не случайно мы пытались дополнить, добавить немного ту атмосферу и ту красоту нашего края, которую отобразили наши художники. Сегодня этот сборник вручили самому юбиляру. Он принимал гостей, как и прежде, в своем кабинете в рабочей обстановке. К сожалению, по состоянию здоровья он не смог пообщаться с журналистами. А вот его супруга рассказала, семитомник – это еще и бронесочинение писателя. Не вошла пьеса, которую он сжег, потому что главным героем был Бог. Он считал это кощунственным делом. Не вошло несколько стихотворений, несколько статей. Многие он уничтожал просто. У него была манера рвать, уничтожать то, что не нравится. Кое-что осталось еще в архиве. Дня по всей области начинают праздновать юбилей Василия Белова. На его родине в Харовском районе, в областной столице и в других уголках Вологодской области пройдут торжественные мероприятия. Субтитры создавал DimaTorzok